Приветствую вас. Я на самом деле думаю, что все очень индивидуально, и для каждого человека травма представляет из себя абсолютно разную картинку, имеет разное значение и имеет разную структуру. Ключевой момент заключается в том, что такое вообще травма. Травма – это разрыв привычных представлений. Это, как правило, даже не просто разрыв привычных представлений, а болезненный разрыв привычных представлений. И именно с тем, чтобы восстановить, вот как вы сказали, целостность, нужно все нюансы этих представлений для начала разобрать. Вот. Это первое. Значит, второе. Основное состояние, которое испытывает человек, в вашем случае, это состояние незащищенности, состояние беспомощности, состояние, 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 сочной цива и сочной причиной бываетität, состояние виновности. Не иногда, а очень часто, потому что возникает вот такое состояние виновности, то есть, что человек, что я виноват, ну, виноват, вот. И также отсутствует восприятие человека, ну, как человека. То есть, правило, это просто вот, некто, кто совершил насильственный или не совсем насильственный половой акт, да. Может быть, даже, может быть, и насильственный. Вот. Ну и, соответственно, в зависимости от важности и связи этих факторов друг с другом уже и строится работа. Вот. Кому-то важно избавиться, там, от вины. Кому-то важно поработать собственной защищенностью, потому что человек боится теперь, к примеру, к примеру, там, не знаю, сближаться с людьми. Вот. Кому-то важно, значит, там, работать с ненавистью к человеку, который это сделал. Вот. То есть, у всех по-разному бывает, и я лично, я заранее никогда не ставлю никаких таких вот существенных рамок. То есть, мне кажется, что крайне важно в этой ситуации, чтобы сам человек почувствовал себя, ну, в безопасности со психологом. Чтобы человек почувствовал, что его понимают, его принимают. Вот. Чтобы у него не было ощущения, например, что его обсуждают. Потому что очень часто возникают такое вот, такое ощущение, что это я сама виноват. Это вот я, мне вот стыдно, чувство стыда. И, конечно, это шусть полнейшая, что за то, что произошло, нужно испытывать стыд. Вот. Ну, у нас такое общество. Вот. Да, в какой-то степени у нас общество ещё патриархатное. Вот. И мужчинам, ну, мужчинам позволяется больше, чем женщинам. И старшим партнёрам позволяется больше, чем партнёрам младшим. Это, конечно, в целом не может не подавлять, вот, человека, если человек более-менее, вот, как-то, ну, в себе не уверен, в себе сомневается и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому, ну, я бы работу ставил для начала так, чтобы максимально расслабить человека, да, чтобы просто вообще выразить те чувства, которые есть у индивида, вот. Чтобы индивид эти чувства выразил, чтобы индивид, а, вот, как бы, не просто даже выразил чувства, а получил некую такую обратную связь, чтобы проговорил об этом, чтобы проговорил это, вот. Иногда это тоже очень важно бывало. Но, опять же, все зависит от соседа индивидуально. То есть, нет какой-то такой единой, вот, структуры. Поэтому вы здесь, ну, на мой взгляд, вы себя принижаете несколько тем, что, вот, хотите какой-то, вот, ну, хотите универсального решения, да. Вы принижаете себя, вот. Вы принижаете. В какой-то стране, у вас почему-то есть недоверие к психологам, видимо. То есть, вы говорите, вот, хочу осведомленность. А, вот, вот, кстати, а, вот, почему вы снижаете, что вы осведомленность в психологах, от этого вопрос возникает к вам. То есть, здесь есть что, какой-то опыт негативный, взаимодействие с коллегами, или как, или что. Ну, то есть, тоже такой момент, да, не совсем, как бы, очевидный и понятный. Опять же, сама такая постановка вопроса, что всё, вот, у меня праздник и так далее, но это такая постановка вопроса, она... На мой взгляд, является рационалистической или рационализации, как угодно это называется, вот, потому что на языке, вот, на обычном языке, ну, нет такого, нет такого понятия, как справа. То есть, побольше, да, специалистов, выражение, как, вот, например, когда человек говорит, да, что он там, ну, травмирован, вот, его травмировали. Ну, в этом же ничего не стоит, нет, то есть, за этим не стоит, абсолютно никаких смысловых позиций, вот, потому что, извините, что значит, травмированность? То есть, ну, то есть, вот, что это такое. Что и есть, эм... Травмированность. С точки зрения, вот, непосредственно, с точки зрения, ну, как объяснить, эм... Допустим, ну, к примеру, ребёнку, как объяснить, вот, и... Правда, она заключается в том, что вы никак, никак, вы никак не объясните, эм... ребёнку, эм... вот, ну, факт, травмированность, да. Вот, вы... вот это говорите, да, и вот, понимаете, какая штука, эм... просто, вот, заменяете, как бы, эм... что насчет, ну, подменяете понятия, эм... это, наверное, эм... в данном случае, это такая защитная реакция, вот, либо это привязка к эм... рационализации, эм... рационализации, вот. Ну, в любом случае, для клиента ничего хорошего. В этом нет, и... вообще... и вообще говоря, эм... быть не может. Вот. Поэтому я... выступаю против использования таких... таких, эм... слов, эм... как... страгма, там... и прочее. Да, да... даже... вот, даже... жертвенность, даже, вот, жертвенность, слово жертвенность, эм... в принципе, тоже, мною воспринимается, эм... ну... эм... с некоторым скепси... скепси... вот, потому что... ну, извините... извините... что такое жертвенность, да... на бытовом языке, на бытовом уровне жертвенность, это когда человек, эм... там... грубо говоря, приносит себя в жертву... приносит себя в жертву... вот... просто... ну, такой же, например, себя в жертву не приносило... вот... поэтому... эм... не совсем понятно, что имеется ввиду, говоря, о... жертвенном счете. И... эм... как бы... та модель, которую вы приводите, говоря... жертву и преступность, это не зачем... эм... об этом. к вопросу инфекции, это не подходит к вопросу изнасилованию, а... к вопросу инфекции, это не подходит немножко. Да... чуть... чуть... чуть разные вещи. Вот... поэтому, видите, видите, здесь... тоже есть... некоторые нюансы, на... которые вы, например, внимания не обращаете... вот... но... которые... которые при этом... достаточно сильно... важны... вот... но я... это... я понимаю, почему... почему вы не обращаете на это внимание... я понимаю... вот... правда... что вы не обращаете на это внимание... но... ни с тем не менее... поэтому... эм... не нужно... заниматься... эм... вам... эм... тем... чем занимаемся мы психологи... вот... все-таки вы клиент... все-таки вы человек... когда ему нужна помощь, когда ему необходима... эм... поддержка, да... вот... сейчас... и... давайте не будем... эм... ну... меняться ролями... давайте не будем меняться местами... вот... давайте... эм... каждый будет... заниматься своим... эм... делом... каждый будет заниматься... своей работой... тогда у нас... с вами все будет хорошо... вот... вот... вам будет лучше... потому что вы получите... ту... помощь... эм... которая... вам... например... нужна... и вам... например... необходимо... вам... будет... от этого хорошо... а... нам будет хорошо... от того... что мы сможем... эм... заниматься... эм... своим... делом... эм... вот... и... в общем-то... эм... ну... ну... как бы... более... эм... спокойно... эм... спокойно... а так получается... что вы... эм... эм... что вы... эм... ну... 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 в какой-то степени... эм... пытаетесь оставить нам... конкуренцию... в том... что мы делаем... эм... вот... это не очень хорошо... в том... что я не обвиняю... я понимаю... я понимаю... что... может быть... вы не доверяете... вот... я... не обвиняю вас... просто... пытаюсь... эм... донести до вас... как мне кажется... простые такие... достаточно мысли... вот... мы... тем не менее... немного... отдали... уже от темы... вот... поэтому... давайте... наверное... закончим... на этом... вот... я... надеюсь... что... мой ответ... позволит вам... несколько... по-другому... взглянуть... на... ситуацию... вот... которая... сейчас имеет место быть... эм... и... я надеюсь... что... вы... эм... ээ... это... вот... может быть... ну... может быть... вы просто... подождитесь... э... своим... эмоциям... э... больше... э... своим... чувством... э... больше... э... э... своим... чувством... э... больше... подождитесь... подождитесь... вот... нежели чем... э... э... ну... будете вот... э... 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 э пытаться как-то это рационализировать, я надеюсь, что он помог вам, если вам понравился мой ответ я буду благодарен вам за его оценку в качестве. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация возвращается и вы сможете найти из нее выход.